здравствуйте мои дорогие девочки рукоделочки все мои подписчицы подписчики и все кто просто так заглянул на мой канал если у вас завалялись какие-то отрезки и вы не знаете куда их применить то давайте делайте вместе со мной так же как и я я нашла у себя три отрезка которые ни то ни сё ни туда не сюда как говорится и я решила из них сделать накидку на диван так у меня диван угловой то совершенно неудобно какую-то какие-то накидки я каждый раз покупала два пледа которые все равно мне не удавалось нормально положить разложите я решила в результате применить свой петч ворк вот на такие накидки отдельные разложила я все на полу разрезав предварительно на какие-то кусочки квадратики треугольнички и стала создавать такие композиции вот примерно такого размера как вы сейчас видите то есть каждая моя накидка она вот на одного человека рассчитан вот такие вот такого размера и я стала скалывать эти вот все какими-то булавочками создавать какие-то композиции так или так так или сяк в общем короче говоря применять три отрезка которые вы сейчас видите вот они у меня три отрезка здесь вот таким вот образом по разному сочетаются и сложены потом я взяла и все это прострочила зигзагом их пристрочила друг другу окантовочки я сделала вот таким вот золотистыми как бы с парчой наверное даже не знаю это очень плотная ткань одна из них типа бархата такая но они они или мебельные или даже не знаю какие в общем вот вот такие вот очень тяжелые плотные ткани итак в результате у меня получилось три полоски шириной 70 80 сантиметров приблизительно и метр восемьдесят длиной вот эти три полоски я могла на диване разложить как угодно то есть чем удобны они тем что можно их положить каждому сидящему под себя а можно просто ну застелить им вот этот вот неудобный угловой диван потому что когда покупаешь целиковая покрывала кто получается не очень удобно я не знаю может быть какие-то специальные нужно шить но мне не нравится а в данном случае мне очень понравилось что я могу застелить именно так как мне хочется а ченки вы не представляете у меня не осталось даже вообще ни кусочка какие-то обрезочки которые практически ниточки уже ничего у меня все пошло в дело все 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 абсолютно я вам хочу сказать у меня здесь ляпы есть конечно сейчас мне начнут писать специалисты и всякие я всегда говорю что я не специалист я так что вижу тупою ляпую и ляпую оле как сказала героиня москве слезам не верить а ты ляпой уверенно вот я ляпую уверенно понимаете поэтому я хочу сказать что не не судите меня строго вот вы увидите у меня что у меня там разными нитками все прострочено объясню почему начала строчить все белыми нитками почему-то не знаю даже почему в результате эти нитки оказались очень какими-то нехорошими они у меня ну постоянно через каждые две минуты мне приходилось заново их заправлять машинка там рвалось постоянно и я решила что это у меня руки крюки что я просто не умею шить нормально и дело все не в нитках в результате я доделала одну полоску именно белыми нитками и потом следующую полоску я решила просто попробовать другой расцветкой ниток и в результате все о чудо все замечательно все пошло оказалось все дело в нитках нитки были куплены видно ну по дешевке я не знаю в этом магазине больше не буду покупать вот и они оказались некачественными после этого я просто стала строчить другими нитками поэтому вы все видите разными нитками я когда это все делала я думала что давай-ка я после этого еще прострочу сверху красными но потом почему-то мне стало лениво я подумала когда разложила что ну во первых это не так заметно во вторых здесь сочетание цветов это позволяет сделать поэтому то что вы увидите мои ляпы там или что если вы будете в лупу рассматривать то не пишите мне меня все устраивает я не захотела так посидела посидела да и выбросила новую сашью мне главное творчество главная работа купить я могу все но мне это не интересно оставила я два масеньких кусочка золотистого вот этого бордового цвета на подушечке и их я еще не пристрочила вы их видите вот так вот с одной стороны и с другой стороны это вот у меня будут подушечка я потом пристрочу все к наволочкам и будут вот такие вот подушечки это все что у меня осталось больше у меня ничегошеньки не осталось чем все это мне нравится это тем что я могу так положить всяк положить как мне больше захочется пишите свои отзывы понравилось не понравилось а еще я хочу открыть тайну что это мне обошлось но примерно в один тире два евро вот эти отрезки поэтому это мне греет души это у меня в крови сидит экономии и мне это очень очень нравится ну а раз речь зашла об экономии я вам обещала сделать видео про то как самый 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 дешевый обед германии сделать и на чем сэкономить и я пробежалась по магазинам прикинула что мы с вами будем готовить приблизительное меню так чтобы нам экономно приэкономно но очень вкусно привкусно поесть поэтому ближайшее видео будет посвящено этому не пропустите кто не подписан подписывайтесь кто хочет получать уведомление нажимайте на звоночек и будете получать уведомление как вы наверное помните из предыдущего видео я обещала заснять не просто цены на продукты а как можно человеку сэкономить как можно больше и всего лишь на 5 евро прожить как можно больше дней исходя из этого я буду подбирать самые такие дешевые продукты и составлять меню а вы будете смотреть что же я в общем то вам предлагаю на 5 евро и насколько дней вам хватит этих продуктов я думаю что видео получится интересно и не пропустите а